Сотни машин заполонили парковку центрального стадиона. Так, порядка 400 водителей Яндекс.Гоу решили бороться с условиями труда. По их словам, администрация агрегатора повысила процент на тарифы с 12 до 17 процентов. Азамат Кукамбаев работает в Яндекс больше двух лет. Говорит, при нынешних условиях остается только на бензин. Я работаю с 7 утра до 12 ночи. Если не считать расходы на бензин, обслуживание машины и проценты Яндекса приношу домой 5-6 тысяч. На комиссии уходит около 4 тысяч. Проценты очень большие. 17 процентов берут, а посадка маленькая, всего 250 тенге. У нас по Казахстану самая дешевая посадка, а проценты наравне с другими городами. К примеру, в Алматы 500 тенге, в Нур-Султане вообще слышал 1000. Нам невыгодно. Наши требования повысить посадку до 500 тенге, либо пусть снизят проценты хотя бы до 13 или 11. По словам водителей, попытки связаться с руководством Яндекса напрямую успехом не увенчались. Головной офис в Алматы, а в службе поддержки приходят шаблонные сообщения от автоответчика. Вот зарубежные компании, как Яндекс, Диди из России и Китая приходят к нам, ставят свои проценты. В Казахстане, получается, нет регулирующих органов, к которым можно было бы обратиться. К примеру, мы сейчас вышли на забастовку, но решить эту проблему здесь никто не может. Кто в нашей стране занимается этим? Если нашу проблему не решат, то мы не будем работать с Яндексом. В Шемкенте порядка 10 автопарков-партнеров этого сервиса. Однако все вопросы сарификации решаются не здесь, они лишь выполняют условия. Нет такого понятия представитель Яндекс.Факси в Шемкенте. Нет такого понятия. Это все партнеры, которые вместе работают с Яндексом. А генеральное представительство? Это в Алмате, кажется, я не знаю точно. Ценообразованием этим всем занимается Яндекс напрямую. Как сообщили в пресс-службе агрегатора Яндекс.Гоу, никто из водителей с какими-либо требованиями не обращался. К нам водители с какими-либо требованиями не обращались. Мы даже не знаем, кто они, подключены к сервису. И вчера и сегодня сервис работает в городе, как обычно. Число водителей на линии на привычном уровне. В Шемкенте в Яндекс.Факси зарегистрировано более 10 тысяч автомобилей. Ежедневно на линию выходят около 3 тысяч. Если требования водителей не будут выполнены, то они грозятся не выходить на линию и не принимать заказы. Диасму Сайфер, Ламбик Саидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании УТРАР.